Друзья, всем привет! И сейчас поговорим о Грузии. Там начали преследовать добровольцев, которые воевали за Украину. Но дело даже не столько и не столько в Украине, сколько в том, что Путин реализовывает свой сценарий по Грузии. И результатом этого сценария, друзья, может быть не больше, не меньше оккупация Грузии. Очень серьезная тема. Ну, они уже заявляют, что, значит, как Трампа и Фиццо хотели убить Иванишвили. В общем, уже, знаете, лепят Горбатого к стенке, что называется. Сейчас обо всем об этом подробно. Не забудьте подписаться на канал. Прямо в описании к видео кнопка. Спасибо. Жмите кнопку лайк, палец вверх. Спасибо. Комментируйте, что я сейчас расскажу. Особенно интересно мнение грузин. Ну и мы продолжаем сбор для Збройных Сыл Украины. Ситуация мировая только усложняется. И поэтому нам нужно столько больше, все сильнее и сильнее нам нужно помогать Збройным Сылам. Итак, друзья, начинаем. В Грузии спецслужбы заявили о предотвращении покушения на Бедзину Иванишвили. Вот так. Спасли Бедзину. Не больше и не меньше. Как обычно, уже нашли украинский след. Но, если быть точным, значит, экс-грузинские чиновники, которые сегодня служат в Украине, например, Георгио Лорд Кипанидзе, такие и другие люди, которые очень достойные люди, которые знаю лично, которые в том числе и воюют за Украину. Ну, естественно, они постоянно тягают в зубах грузинский легион и так далее. В общем, все это они опять лепят в какую-то кучу. И Кабахидзе, их премьер-министр, значит, заявляет о том, что, мол, посмотрите, просто, что творится. И, значит, вот хотели убить Фица, Трампа, а теперь, мол, руки дошли. И Дейванишвили. О, боже. О, ужас. Значит, понятно, что это все чушь. У них 26 октября выборы. Грузинская мечта уже объявила, что ее цель – конституционное большинство, чтобы окончательно покончить с оппозицией. На самом деле цель грузинской мечты, и я думаю, что грузинская мечта готовится сегодня ко всем сценариям, включая фальсификацию выборов. И эта цель не грузинской мечты, а эта цель Путина. Потому что иначе объяснить невозможно то, что там сейчас происходит. Я думаю, сценарий таков. Путину нужно, чтобы действующий грузинский режим не просто удержался, а ему нужно, чтобы он сфальсифицировал выборы. Возможно, чтобы пролилась кровь, чтобы максимально разорвать отношения уже Грузии с Западом и оборвать эту дорогу на Запад, которая важна для всех граждан Грузии на самом деле. И вот эта цель и задача Путина. В принципе, что-то подобное, что произошло с Белоруссией. Тогда, в 2020 году, когда фактически Лукашенко удержался у власти только благодаря помощи Путина. Всем привет от Софии Киевской. Встретите на эту красоту. Да, так Лукашенко удержался только с помощью Путина, а значит, стал очень от него зависимым. Сценарий Путина по Грузии, я думаю, сейчас точно такой же, чтобы Иванишвили стал полностью его марионеткой и удержался у власти только с помощью России. Это его цель. Вполне возможно, что в этом сценарии есть и военные действия по отношению к Грузии. Это тоже исключать, друзья, нельзя. И поэтому они нагнетают. И кто им в этом может мешать? Правильно, патриотичные грузины. А кто более патриотичные грузины, чем те, которые решили рискнуть своей жизнью, ехать воевать за Украину, понимая, что они фактически воют и за свободу Грузии, и за свободу Украины одновременно против Российской империи. Ну и, конечно, главные враги России, те, кто уже против России воевал. Поэтому сейчас под эгидой вот этого дела против Иванишвили развернулись фактически репрессии против грузинских добровольцев, воевавших за Украину. И вот сейчас все больше сообщений, что их вызывают на добросы и, возможно, хотят делать подозреваемыми. Служба государственной безопасности допрашивает их. Как рассказывают сами добровольцы, главные вопросы о покушении на Иванишвили, связях с Украиной и так далее. Ну, в общем, куда они ведут, ну, дураку понятно и абсолютно ясно. Хочу, чтобы вы послушали, что об этом говорит Надим Хмаладзе. Это один из грузинских добровольцев, с которым я познакомился в 22-м году здесь, в Киеве, когда мы вместе защищали Киев. Мы, кстати, вместе заходили тогда в освобожденный Гастомель, только-только освобожденный. Я еще снимал там видео Мрии нашей, разрушенной, нашего знаменитого самолета. И вот там тоже был Надим Хмаладзе и его побратимы. Некоторые из них уже погибли воюю за Украину. Слава Богу, Надим Хмаладзе жив, вернулся в Грузию, но теперь его там преследует грузинская власть. Послушайте его. Приветствую Украину, приветствую украинцев. Желаю Украине скорейшей победы, войне против террористической раси. Слава Украину, слава Грузии. Я Надим Хмаладзе, с 2 марта 2022 года присоединился к Украине в качестве добровольца-борца. Против Орка вместе со своими друзьями и сотнями других грузинских бойцов-добровольцев. Со дня российской агрессии полномасштабного нападения на Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года, к сожалению, в войне с Орками героически погибли более 60 грузин. Слава всем грузинским и украинским воинам, героически павшим в битве с Орками за освобождение Украины. Слава всем украинским и зарубежным борцам, добровольцам, борющимся за свободу, которые до сих пор борются против террористической России. Я Надим Хмаладзе вступил в вооружение силы Украины 2 марта 2022 года вместе с членами моего антиоккупационного движения. Нас зачислили в создании на Украине иностранный легион. Мы принимали участие в освобождении Ирпения, Гостомеля, Буча. Лично я, помимо выше перечисленного, участвовал в нескольких миссиях по оказанию гуманитарной помощи херсонцам, пострадавшим после взрыва дамби в Херсоне. Я доставлял необходимые вещи, приобретенные на личные средства, а также на средства пожертвования населением Грузии. Такие, как питьевая вода, продукты питания, одежда и другие, каждодневные, то, что нужно каждый день пострадавшим людям. Во время отключения электроэнергии в 2022 году я купил на свои средства несколько генераторов и передал их солдатам, сражающим на передовой Украине. Я также подарил автомобиль Jeep одному из грузинских подразделений на передовой. Моя деятельность в Украине кратко ограничивается этим рассказом. Если много еще перечислить на это время, не хватит за это, извиняюсь. Много что делали мы с ребятами против русских, против этих свиней, которые напали на Украину. Вот, после всего этого, правительство Грузии по приказу Кремля объявляет нас, моих друзей, моих побратим, имения террористами. Сегодня на Украине воюют сотни грузин, в составе наскольких грузинских частей и легионов, названия которых я специально не буду называть. Сегодня власти Грузии и служба безопасности Грузии начали расслабление в отношении всех тех грузинских бойцов, добровольцев, которые борются в Украине не только за свободу Украины против страны, против страны террориста, но и за свободу Грузии в Украине, ценой их жизни. Украина на земле Украины, они защищают Грузию, народ Грузии и грузинские земли. Вот, подозреваю, что это расследование против Грузии, против Картвели, против Сакартвелу, добровольцев, задание, добровольцев, это задание Кремля. Нас хотят объявить террористами и участниками государственного переворота грузинского правительства. Вы, наверное, знаете, что русские орки и русское правительство нас назвали террористами, которыми воюем, воевали Украины против них. А сейчас одно и то же текст от наших спецслужб. Сегодня отношение тех из нас, кто находится в Грузии, из числа добровольцев считая менее, воюющих на Украине, служба безопасности Грузии, начала в отношении нас расследование по следующим статиям. Статия 18, дробь, 323, часть 1, и статия 315, часть 1, которая предусматривает организация терроризма и попытка государственного переворота. Ныне Анадима Хмаладзе вызывали на допрос службы государственной безопасности и в присутствии судей и допросились абсолютно абсурдными и нестандартными вопросами, на котором можно только смеяться. Вопросы такие, что серьезно нельзя подходить к этим вопросам и невозможно не смеяться на это. Я прошу украинские власти и украинские социальные сети донести до международного сообщества, что в Грузии есть правительство, которое выполняет задачи Кремля по наказанию грузинских доброволцев, воюющих на Украине. Воюющих на Украине и за Украину, за свободу Украину, и за свободу Грузии. Причина, по которой меня сегодня нет в Украине, заключается в том, что во время освобождения аэродрома Гостомеля я был тяжело ранен, отравлен химическим оружием, использованием русскими орками в Гостомеле. Вероят Назаринам. Ну, нам так сказали. Даже лаборатории это доказали. И именно поэтому я нахожусь в Грузии на длительном лечении. Меня не дают, наверное, лечиться нормально, потому что я буду бегать на допросах или каких-то еще они что могут натворить против нас. Вот что я хотел бы довести до вас, мои дорогие, мои побраты, мои друзья украинцы. С уважением Надин Хмаладзе, боец, волонтер Украины. Дякую. Не переможем. Слава Украине! Друзья, ну вот такая история. На самом деле все это очень-очень серьезно. И наша задача не допустить оккупацию Грузии России, потому что это еще ухудшит безопасность в нашем регионе. Да и просто потому, что эту Российскую империю надо останавливать. И кому, как ни Софии Киевской и Украине, на которую сейчас смотрят все эти народы, которым угрожает Россия, это сделать. Друзья, держим строй, Сокартвелос, Гава Марджос, Слава Украине!